Крупный скандал развивается в социальных сетях, точнее в одной из них, которая известна под названием ВКонтакте. Эта онлайн-платформа заблокировала группу тверских зоозащитников. Им это заметно осложнило проведение благотворительных акций в помощь бездомным животным, поиск новых хозяев, а также сбор денег на приобретение корма. Вот эта страница, инициативная группа по защите животных Тверь, появилась ВКонтакте около 10 лет назад. Целью создания проста – помощь бездомным животным. Это и поиск новых хозяев, и лечение, зачастую дорогостоящее, ну и просто сбор денег на покупку корма. За это время группа, в которую вступили более 30 тысяч человек, себя зарекомендовала самым лучшим образом. Я сам неоднократно обращался к представителям инициативной группы. Мне лично эта инициативная группа помогала, и я знаю судьбу этих животных, я знаю, кто сейчас ими владеет, я знаю, что эта судьба животных отслеживается, и я могу с стопроцентной точностью говорить, что деньги пошли по назначению. Все прекратилось 10 июня, рассказывает известный тверской зоозащитник Николай Морозов. В этот день был опубликован пост о проведении традиционной акции «Десятка десятого». Почти сразу тверская группа получила бан. Добровольцев обвинили сначала в нарушении правил отчетности, а затем в публикации одних и тех же объявлений, например, о поиске хозяев для бездомных собак. Мы им, соответственно, сказали, что, вы понимаете, что собаки-то реальны, то есть, что они существуют, да, и даже если куратор там, да, что-то не поменяло в посте, там, да, какую-то информацию, то у нас всегда в постах существуют контактные данные куратора. Мы всегда можем дать какие-то пояснения, разъяснения, предоставить дополнительную информацию. Проблему уже ощутили многие зоозащитники. Среди них и Светлана Стаховская. В своей квартире многоэтажки она выхаживает больных бездомных кошек, а на этом участке у нее живут четыре брошенные собаки. Сама прокормить я их полностью не могу. Я получаю пенсию, пенсия 11 тысяч. Вот спасибо добрым людям, собирали денежку. Четыре тысячи нам переводили каждый месяц. Огромное им спасибо. Ну, теперь сложнее будет. Создатели страницы «Инициативная группа по защите животных Тверь» тем временем гадают, в чем причина такой строгости администраторов соцсети. То ли излишний формализм, то ли происки недругов, которые оклеветали зоозащитников. У нас недоброжелатели в очередь можно ставить. Мы боролись с незаконным отловом. Мы боролись с теми же самыми незаконными зоопарками контактными. Если же снова возвращаться к излишнему формализму администраторов соцсети, то он вызывает большое удивление. Набрав здесь же в поисковике, можно запросто найти прекрасно функционирующие страницы, посвященные порнографии или пропаганде нацизма. Зато группу тверских зоозащитников ВКонтакте закрыли в мгновение ока. Субтитры создавал DimaTorzok